Мне на дом принесли поездку для мобилизации. Писали на следующий день контрольная явка. 31-летний Дмитрий из Ленинградской области военный медик. Сначала, утверждает мобилизованный, вместе с артиллеристами служил на границе в Белгородской области. Под Шибекино мы стояли, там уже вдоль границы. После одного из обстрелов погиб их командир. Когда, говорит, отметили его поминки, подвыпившими отправились по делам. Нас тормознула военная полиция. Нас повезли в военную полицию, там продули, обнаружили алкоголь. Подержали пару дней и оттуда уже потихонечку перевестили. Откомандировали в пехоту. Хотя выпили тогда, говорит товарищ из земля Дмитрия Николай, по чуть-чуть. Грампа 150, наверное. Их обоих в июне отправили в Запорожскую область. И после подготовки на полигоне под Бердянском бросили на передовую. Там они выяснили, у штурмовиков ВСУ разговор с оккупантами короткий. Когда уже начали наступать военнослужащие Украины, первые два окопа начали что-то пытаться стреливаться. Ну, соответственно, их убили 200 оба, ну, все три. А наши окопы когда начали подстреливать, ну, сразу сказали, что сдаемся. Штрафники утверждают, сразу подняли руки вверх, потому что война, говорят, им не по душе. Как бы сыны собирали свои войти. Я знал, что я медик. Я, ну, не отнимать жизни шел изначально. А то, что вот меня вот так запихали, я в этом не виноват. А еще пленные клянутся, что ни разу не стреляли в украинцев. В настоящее время сотрудники СБУ проверяют показания военнопленных о совершении военных преступлений на территории Украины. В случае установления таких фактов, они будут нести ответственность согласно статье «Нарушение законов и обычаев войны». Статья предполагает даже пожизненное. Пленные и сами готовы сесть за решетку, правда, у себя на родине. Если, говорят, их после обмена снова будут заставлять идти воевать. Лучше сидеть, потому что на втором шансах таких не будет.